Друзья, всем огромный привет! Меня зовут Алиса, и мы с вами играем в Simpsons Springfield. Я вот тут увеличила специально. Посмотрите, какое прикольное анимированное задание для плопера. Я сразу не заметила, ну как бы отправила и не смотрела, а вот тут реально очень смешной. Давайте с него и начнем, если получится. Нет, ведьмочка таки. О, боги, никогда еще не видела столько грязи. Пришлось самую черную магию задействовать, чтобы все убрать. Ну вот, теперь комната Барта чистая, и что? Она снова грязная? Как у тебя это получается? Есть в мире сила еще более темная, чем твоя магия. Это десятилетние мальчики. Этот Барт просто сводит меня с ума. Почему я вообще согласилась стать его волшебной няней? Мне надо домой отдохнуть. Отправить Сюзанну отлеживаться в пряничном домике. Это не поможет. Благодаря своей сверхъестественной силе я могу ходить по стенам и чихать на опасность. А еще я могу выбрасывать паутину из копытцев. Супер сила это круто, но она склеивает мои копытца. Я смирюсь со склеенными копытцами, если это поможет восторжествовать справедливости. Ууу, наш поросенок супергерой. Заставить плоппера помешать преступлению. Как он хрюкает это вообще, конечно. Эй, Шашитла! Все в этом баре ваши большие фанаты. Правда, вам и вашим собутыльникам нравится детская передача? Чего? Телеболванчики, детская передача? Вот теперь я чувствую себя странно. Но это объясняет, почему шоу для взрослых показалось в 10 утра. Заставить Шашитлу организовать специальное шоу. И мужчины тоже участвуют. Окей. У Шашитлы, как всегда, коротенькие диалоги. Господин мэр, все ваши откаты, коррумпированные сделки и взятки систематизированы и готовы для... О, приветствую, шеф Вигом. О, господин банкир, бросайте все ваши деньги и дайте старине Клэнси себя обнять. Конец какой-то истории. А ну, не с места, господин банкир, поднять руки. Я что-то не так сделал? А, нет, я просто дать вам пять хотел, по-дружески. Если, конечно, вы не занимались с мэром чем-нибудь противозаконным. Все наши с господином мэром разговоры защищены воровским законом. А, верно, дайте пять. Заставить банкира Каймановых островов пропустить стаканчик. Видимо, не все помещается, чтобы видно. Прошу прощения, но я не стану продолжать без своей печенюшки. Это мое журналистское кредо. Плевать, хочу свою печенюшку с черносливом. Что? Что значит я тебе не нужен? Этого нет в подсказках. Мой час настал. Мой стрингер рвется в бой. Заставить человека-пчелу стать ведущим новостей. У него тоже какие-то однозаданные сюжетные линии. Но посмотрим, что будет дальше. Не очень как-то впечатлили его диалоги. Человека-пчелы. Человека-пчелы. Торговля идет бойко. Я сыт и теперь снова могу заняться захватом мира своей ледяной хваткой. Здравствуйте, мистер епископ. Холодильник, который вы продали моему мужу не работает. И каким образом это меня касается? Если вы хотите, чтобы вас серьезно воспринимали, придется сдержать данное обещание. Эта синеволосая дама права. Если я не в состоянии дать гарантию на свои продукты, мне ли обещать горожанам ледяной захват? Заставить ледяного епископа обслуживать свое оборудование. И мы возвращаемся к нашему в кавычках обновлению. Продавец комиксов злой. Он же безобидный совсем. А пусть только кто-нибудь на форуме попробует допустить типичную ошибку. Я ястребом на него наброшусь. Вернемся мы к нему попозже. Отец Шон. Мне очень жаль, Гомер, что пришлось обманом заманить тебя в церковь. До меня только что дошло, что нет никакой мотоциклетной банды, потому что в глубине души я жажду того, чего жаждет каждый человек. Принадлежать догматичной, структурированной организации, которая навязывает свою волю посредством унижения и жестокости. Но католическая церковь занималась не только этим. Ну, конечно, появился папа Франциск и загубил все. Своей заботой о людях и внешностью хорошего парня. Отвратительно. Признаю, нам всем пришлось не сладко. Отправить отца Шона показать крутость католицизма. Интересное название. Да, тут, по-моему, вот можно ускорить. Окей, я сейчас поищу, где спрятались диалоги и вернусь. Ну, пошло. Думаю, было бы здорово, если бы вы познакомились с местными предпринимателями. Они многим заправляют в Спринфилде. Мне показалось, или в том магазине действительно прозвучал выстрел. Хотелось бы мне ответить отрицательно. Отправить Лизу в магазин на скорую руку и отправить главу племени в магазин. А, то же самое. Ты занимаешься спортом с Минди с работы только через мой труп. Ну, спортом занимаюсь я, так что, вероятно, это приведет к появлению моего трупа. Мистер Бернс, я требую, чтобы вы убрали Минди из команды. Но нам нужна женщина. Команда неудачников не может существовать без женщины, но только одной. Что ж, тогда единственной женщиной, из-за которой Гомер выжмет из себя все соки, буду я. Заставить Мардж подать заявку на вступление в команду. А Бернса уволить Минди без причины. Но я предлагаю ускорить это задание. Всего лишь два. Настолько они скучные, честно говоря, что хочется побыстрее их пройти. Получить какой-то приз. Спасибо, мистер Бернс. Но, наверное, следовало бы предупредить, что я совершенно ничего об игре не знаю. Вы не умеете играть? Превосходно будете тренером. Что? Те, кто не умеет, преподает или тренирует. Главное, у них есть власть над теми, кто знает, что делает. Как у непишущих исполнительных продюсеров? Именно. И получаем мы теннессистку Мардж. Ну, классненько. Я, в принципе, хотела для нее какой-то костюмчик. Так как Мардж Майя, ну, честно говоря, не очень мне нравилось. У нее все анимированные задания в основном связаны были с той монетой большой. А мне хотелось вот видеть Мардж в городе. Надеюсь, у этой Мардж будут такие задания. Как так получается, что я никогда не участвую в тех веселых забавах, которые происходят в Спринфилде? Ну, ты была самым последним членом семьи, который появился в игре. Нам приходится таким образом строить сюжет, чтобы новые игроки не сталкивались с тобой до того, как тебя разблокируют. То есть, я связана по рукам и ногам творческими решениями, которые были приняты несколько лет назад, когда создатели и не надеялись, что игра протянет дольше месяца. Знаешь, что тебе может помочь, мам? Какой-нибудь вид спорта, которым ты и сама можешь спокойно заняться. Поняла. Заставить теннисистку Мардж перерыть подвал в поисках хобби. Ну, это мы видим ее личную сюжетную линию. Но сейчас, пока мы будем проходить задание сюжета обновления, а потом уже вернемся к костюмам. Так, команда, кто желает половить мечи? И еще вопрос. Кто может эти мечи поотбивать? Что здесь происходит? Вы это тренировкой называете? Именно это я и назвала тренировкой в сообщении, которая разослала по электронной почте. Научиться отбивать и ловить мячик они умеют. Суть тренировки в формировании личности. Чудику следует постоянно пропускать игры, потому что он занят тем, что смотрит на ноутбуке, как в бейсбол играют другие. А злой должен постоянно приходить в ярость и орать на всех. Не слышал ничего глупее. Так-то лучше заставить участников команды проводить странные тренировки. Ух, ну окей, буду дополнять и там, скорее всего, в следующий раз будем тоже ускорять до получения очередного приза. И я еще сейчас быстренько пробегу, возможно, найдем диалоги. Ну что, все я собрала. Как обычно, тишина. И, наверное, в этот раз мы с вами ничего не будем покупать, так как у меня не хватает на покупку рампы для велосипедов и баскетбола. Я, честно говоря, забыла, как зовут этого персонажа. Вот. Но я думаю, в следующий раз мы его купим и что-нибудь еще докупим, скорее всего, из этих запчастей. Также буду еще понемножку покупать. Костюмы я не вижу смысла покупать. Я еще все-таки надеюсь вытащить их в ящики. Вот. Также я пересмотрела серию про теннисный корт. И посмотрела, что нам, скорее всего, поле не дадут, бейсбольное. Поэтому нам дали возможность получить этот теннисный корт, который обычно стоит за пончики. Но здесь нам его дают возможность купить за Оскары. Так как в мультике именно теннисный корт участвует. Поэтому я даже попыталась построить вокруг него. Сейчас, секундочку. Вот так получается. Но как-то я буду по-другому. И, скорее всего, без освещения. Освещение будет с каким-то самодельным бейсбольным полем. Для тенниса вы видите, что оно громадно и смотрится просто нелепо. Вот. И с ним, конечно же, останутся, наверное, одноярусные. Одноярусных нужно будет прикупить достаточно. Ну, штук 10 точно на запас. Чтобы были. Ну, а двухъярусные, трехъярусные. Ну, честно говоря, я даже не знаю, нужны ли они вообще. Такие огромные. В общем, я еще буду думать. Времени куча еще. Обновления-то мы все пройдем за несколько дней. Но возможность купить все эти штуки будет еще долго. Ну, все, друзья. До следующего видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok